Ситуация, которая на сегодняшний день связана с проблемой материальной культуры, наверное, беспокоит нас с вами или граждан не только одной Украины. Ну вот я привел пример того, что мы попытались уже при новой власти Украины донести проблематику и донести актуальность путей решения этой сферы для первых лиц. К сожалению, это неудачно до сегодняшнего дня, не получилось, мы пошли совершенно другим путем, об этом вы узнаете во втором цикле. Ну вот опять же, касательно собственного опыта, я скажу еще такой небольшой пример, что, например, почему мы ушли из стен Академии руководящих кадров. Ну вот у нас была такая ситуация, когда обучение студентов, магистров, подчеркиваю, это не начальное, там, бакалавр специалистов, а это именно магистрат. Ну вот я как преподаватель, находившийся там на профессорской должности, у меня был главный цикл. По нашим лекциям определялась специализация магистра, выпускника. То есть тот цикл лекций, тот курс, который читали мы и наша группа, являлся основным для магистра. Представьте себе, когда приходит студент, там на старших курсах, разумеется, который ни разу не посетил ваши лекции, ни разу не посетил практически занятия, то есть за полугодие, и приходит девушка на экзамен. Вот девушка, придя на экзамен, естественно, знаний она имеет ноль, потому что тот материал, который мы давали нашим студентам, он не имел какой-то учебной литературы, он только собирался по крупицам, скажем так, нашим коллективам научным. Ну, когда девушка вымаливает и выпрашивает какую-либо оценку, обещая при этом, что вот за лето она обязательно наверстает упущенное, там, ну, так получилось, что там с грехом пополам, обещая, вернее, она заверяя, что за лето она догонит всех, ссылаясь на какие-то свои там семейные сложности, условно я ей поставил удовлетворительно, с обязательным требованием того, что за лето она пройдет, там, весь этот курс самостоятельно, ну, своих коллег, там, сокурсников. Вот. Каково было мое удивление, когда уже на зимнюю сессию приходит эта же дама, естественно, не посетив ни разу лекции, ну, у нас получилась немая сцена, я, естественно, смотрю с удивлением, говорю, что никак вы лично, мой курс и от меня вы подпись не получите, ни при каких обстоятельствах, потому что вы обманули, вас не было, знаний у вас никаких, поэтому будьте добры, значит, там, не знаю, делайте, что вы считаете нужным, но при этом эта девушка уже выпускница, что ли, значит, она говорит, что у нее, вот, посмотрите, все там в зачетке, все дипломы, вернее, не дипломы, а это все зачетные книжки, все преподаватели, все она прошла. Как это она умудрилась делать, я не знаю, это вопрос, наверное, не ко мне, вот, но вопрос в том, что там стоит только графа пустая, моя дисциплина, мои дисциплины, там их несколько, и моя подпись нужна для того, чтобы там сдать экзамен. Это руководящее, ведущее учреждение системы Министерства культуры. Вот, ну, естественно, я ни при каких обстоятельствах, хотя попыток захода было много, там мы приходили, оказалось, что девушка непростая, она вообще все это время прекрасно проводила за пределами Украины, в Испании жила, вот, а приезжала в нашу академию, значит, типа, вот, получать экзамены. Как она умудрялась там сдавать за 3-5 дней зачеты и экзамены у других преподавателей, я не знаю, вот, но мою дисциплину она никак не сдала. Естественно, я написал докладную, написал докладную на имя завкафедры, тогда это был доктор технических наук Платонов, это большой оценщик, специалист оценки, он возглавлял кафедру, значит, дальше я написал копию докладной в ректорат о том, что вот такая ситуация, а это выпускник уже. Получилось, что через какое-то время мы выпускали этот курс и на торжественном собрании, посвященном вручению дипломов этим специалистам, магистрантам, поскольку это был нонсенс для системы Министерства культуры Украины, вот, значит, последним вручали торжественный диплом, мы пригласили уважаемых людей, там, заслуженных людей Украины, чтобы они вручили выпускникам, магистрам эти дипломы, вот, где написано магистр, искусствовед, эксперт, оценщик, вот, это был нонсенс для системы материальной культуры Украины. И вот получилось так, что в числе последних, когда ректор зачитывал вручение дипломов, он зачитал фамилию этой девушки, которая тоже должна была получить диплом. Естественно, ректор сделал мне несколько знаков таких рук, что не надо там скандал поднимать, потому что для меня, я на него посмотрел, и было удивление того, что как это могла получить эта девушка диплом магистра, магистра ведущего вуза Украины. Ну, естественно, после этой торжественной линейки, значит, я пришел в кабинет ректора, написал докладную с просьбой разобрать всю эту ситуацию, каким таким образом получила девушка, ни разу не посетив мои занятия, более того, как потом выяснилось, она находилась за пределами Украины, вот, и это событие плавно стала Академия заминать, значит, всяческими способами, начиная, вот я говорю, от завкафедра Платонова, доктора наук, от начальника, директора подразделения, такой Сиверс, вот преподаватель, значит, вот их со стороны этих людей была создана такая атмосфера, что как это так, вот все преподаватели подписали, значит, выходит, что они каким-то образом замешаны в чем-то таком нечистоплотном, а вот вы, то есть я конкретно, значит, свою подпись не поставил, более того, выношу ссоры из избы, значит, я написал в комиссию Министерства образования, создали комиссию по разбору выдачи диплома государственного вуза, магистра, подчеркиваю, значит, комиссия приехала, стала расследовать, опрашивать всех участников, преподавателей, вот, значит, естественно, меня тоже стали, выяснилось, что, оказывается, моя подпись была подделана в зачетных ведомствах, причем не в одной, это в стенах ведущего вуза, дальше получилась ситуация такая, что за отсутствием непосредственно виновника, то есть этой девушки, ее не было, она, например, опять улетела, короче, ее не могли найти, чтобы ее опросить, вот, это дело опять замяли, то есть, ну, диплом лежал у ректора, и каким образом там его передали, ей не передали, ничего, но комиссия сделала выводы, да, нарушение имело место быть, но диплома не лишили, никаких последствий, то есть я должен был услышать ответ, как инициатор всего этого, разбора всего этих полетов, значит, на ученом совете, меня, естественно, никуда не пригласили, и вот эта ситуация показала мне и нашему коллективу всю провальность системы обучения специалистов сферы материальной культуры или сферы подготовки для кадров, для музейного дела в Украине, потому что это ведущий вуз. Более того, я написал потом в генеральную прокуратуру с просьбой разобраться, потому что это государственный диплом, государственный, и в том числе я к этому, получается, причастен, потому что я выпустил специалиста с такими знаниями, с нулевыми знаниями, к чему же она может научить или как она может представлять сферу экспертизы или сферу оценки или сферу музейных каких-то юридических взаимоотношений, если она поступит на какую-то дальше там работу. В общем, опять же, от генеральной прокуратуры времен пшенки, мне было сказано там со стороны одного исследователя, что это мелкий случай, там не обращайте на внимание, и в общем-то это дело замяли. Хотя мы добились того, что вышла большая публикация, называлась она, опять же, в хорошем журнале, назывался журнал «Именем закона Украины», где написано «Фонарь образования и культуры Украины». Статья была звонкой, опять же, никакой реакции не последовало. Ну вот, я не случайно привел этот пример, потому что, на мой взгляд, он является индикаторным той плачевной ситуации, которая говорит о подготовке кадров в системе Министерства культуры, в данном случае Украины, с точки зрения получения знаний специалистам, которые имеют бумажку, то есть диплом. Дальше, в стенах этого же вуза, наш коллектив или наши коллеги, значит, об этом будет отдельный репортаж, обнаружил возможность подготовки докторов и кандидатов наук не совсем законным и цивильным способом. То есть конкретно степень доктора наук, степень кандидата наук, ученая степень за определенное количество денег от 15 тысяч евро проходила, вернее, стало возможным в стенах этого ведущего учреждения. Мы написали большое письмо, поставили в известность комиссию парламентскую, опять же, результатов никаких не было, эффект нет. Поэтому мы решили уйти из стен этого вуза, ну, опять же, на какие-то вольные частные хлеба, тем более, что в отличие от других преподавателей и сотрудников академии, мы выражали свою точку зрения спокойно, нас не, там, никаким образом не угнетал фактор, там, зарплаты, до получения там чего. То есть мы говорили то, что мы думаем, и то, каким образом мы хотели бы изменить сферу материальной культуры этой страны.